Добрый день, дорогие друзья! В текущем году наской публичной библиотеке продолжает свою работу абонемент «Живые сокровища эко-мира», основная цель которого – выполнение знаний о состоянии окружающей среды, об инициативах и проектах по восстановлению экологических систем, о выдающихся ученых и об удивительном мире донской природы. Десятилетие восстановления экологических систем, провозглашенное в 2021 году Генеральной Ассамблеей ООН, а теперь я процитирую, направлено на активизацию усилий по масштабному восстановлению деградированных и поврежденных экосистем в качестве эффективной меры борьбы с изменением климата и повышения продовольственной безопасности, водоснабжения и биоразнообразия. И вот 2022 год, нынешний год, объявлен Международным годом фундаментальных наук в интересах устойчивого развития. Это очень такая глобальная, очень жизненно важная сегодня проблема. Исходя из этого, мы сегодня предлагаем первую в этом году видеолекцию, или просто видео-встречу, или может быть диалог, или может быть беседа, настроя, потому что тема вот такая, очень актуальная. Значит, сверхмалые, беспилотные системы, воздушные и надводные, для сбора экологической информации, а также, наверное, для свидетельств нерационального природопользования. Так точно. И я хочу в свою очередь сказать, что и эта видеолекция, и, как и все предыдущие, она будет размещена на нашем интернет-проекте, или в обиходе, говоря, сайте «Экология Дона», в разделе «Мероприятия» в бесплатном, легком, удобном доступе каждому. Мы об этом сообщим еще и еще раз. А теперь я представляю наших гостей. Хорошев Олег Анатольевич, старший научный сотрудник лаборатории прикладного научного приборостроения Южного научного центра Российской академии наук, кандидат географических наук. И рядом со мной Ирина Федоровна Черкашина, кандидат географических наук тоже, и наш постоянный партнер в развитии абонемента «Живые сокровища Экомира». И она возглавляет очень важную общественную организацию региональную «Экоправо». Поэтому мы начинаем. Я сейчас передаю слово Олегу Анатольевичу. Спасибо большое, уважаемая Людмила Алексеевна, Ирина Федоровна. Для меня большая честь быть приглашенным на данное мероприятие. Замечательное. Тем более открывать год видеолекции. Я без всякой листья об этом говорю. Тем более, что я хотел, пользуясь случаем, поздравить вас, всех, кто нас слушает, и работников библиотеки, и руководство всех-всех с прошедшим, то, что у нас год науки завершился. Мы его вполне в нашей стране достойно провели, интересно, разнообразно. И более того, год науки теперь переходит в год фундаментальных исследований, если не ошибаюсь. И плюс ко всему у нас еще президентом объявлен этот год годом культурного наследия. А природа и культура, как известно, да, они как две сестры рука об руку. Поэтому вот такая тема, о которой я сегодня хотел поговорить немножко, она тоже связана с охраной, изучением природного и культурного наследия. Единственное, что, конечно, эта тема, это больше прикладные аспекты, это больше способы изучения природы. Хотелось немножко уделить внимание современным подходам, способом проведения полевых экологических исследований. И поделиться информацией, в том числе и некоторыми экспериментальными разработками нашего Южного научного центра РАН, лаборатории прикладного научного приборостроения. Вот мы с нашими инженерами, я, конечно, в меньшей степени, спасибо инженерам и нашему руководителю лаборатории, который разрабатывает различные датчики, миниатюрные, крупные, а также различные средства их, ну, куда они крепятся, да, то есть носители этих средств. Вот. Различные разработки у нас есть такие. Мы их апробируем, в том числе в связке с различными беспилотными системами. Вот тема такая, сверхмалые беспилотные системы, воздушные и надводные для сбора экологической информации. Звучит, конечно, зловеще, вроде бы беспилотные системы. На самом деле, ну, что такое система, да, вот он маленький такой аппарат, я ни в коем случае не рекламирую, ну, такой маленький аппарат, наша рабочая лошадка в полевых условиях, с которым мы работаем. Вот этот аппарат, это носитель. И когда мы к этому аппарату, ну, не конкретно к этому, а к другому, мы цепляем какой-то прибор, да, то он выполняет определенные функции, необходимые, полезные нам для научных исследований. И это уже система, когда аппарат вместе с каким-то прибором или датчиком, это уже, собственно, исследовательская система. Вот о таких системах, о таких вот, не отдельно вот о беспилотниках или о вот камерах или каких-то там датчиках, а вот именно как они работают в системе, какие способы есть. Я хотел сегодня немножечко, ну, рассказать. Это интересно, я думаю, нашим зрителям и слушателям. Да, и спасибо. И я тогда, с вашего позволения, немножко перелистаю. Вот, немножечко об историографии вопроса, да, как принято у нас. Сбор контактных данных с обширных площадей акватории в автоматизированном режиме могут осуществлять сверхмалые автономные плавсредства. Я начну с плавсредств. Вот, когда мы обычно говорим дрон, мы подразумеваем, ну, обычно БПЛА подразумевает беспилотный летательный аппарат. На самом деле дроны это и надводные есть, и подводные, и летающие аппараты. Вот, я начну с надводных немножечко. Такие аппараты дистанционно управляемые, с автономным питанием, двигаются по заданной траектории, могут управляться с помощью специальных ФПВ-шлемов. То есть оператор может не видеть сам надводный беспилотник, но управлять им на расстоянии, как вот управляют в компьютерных играх какими-то там аватарами, да, так то же самое. Вот, хочу отметить, что идея разработки безэкипажных дистанционно управляемых плавсредств, это идея не нова. Вообще, эту идею впервые озвучил знаменитый Никола Тесла еще в 1898 году. И им даже был изобретен интересный аппарат, телеавтоматикс, собственно, идея, то есть идее уже больше 100 лет. Ну, конечно, эта идея развивается в последние десятилетия особенно. Много таких аппаратов появилось, созданных для научных исследований, платформ, и у зарубежных коллег, и штаты, и Канада, и Италия разрабатывает. Много разработок и в нашей стране, да, и город Таганрог известен своими разработками. Вот, что я хотел особенно отметить, да, что часто в таких сверхмалых платформах предпочтение отдается основе, плавоснове типа тримаран или катамаран. То есть это устой, так как, ну, сам аппарат небольшой, в размерах, может быть, метр, ну, полтора метра, метр, то, ну, любое волнение, некоторые неудобства доставляет. Вот тримаран, катамаран, устойчивая. И мы тоже взяли за основу, собственно, такое решение. Да, и еще хотелось вот тоже, ну, единственное, что подчеркнуть. Такие аппараты разработаны, уже десятилетия, даже больше, разрабатываются, именно гражданские, для экологических нужд. Они оснащаются датчиками, ну, различных параметров водной среды, температуры, солености, флюоресцентные датчики ставятся. Кроме того, даже специальные есть устройства в виде такие похожие на шприцы, которые отбирают воду. То есть не нужно рисковать там на лодке, на моторной или на корабле. Есть закрытые маленькие водоемы, опасные водоемы, чтобы там человек... Болото. Болото. Это такое удобство большое. И вот их оснащают, поэтому за эту идею мы тоже, нам эта идея понравилась. И мы, ну, я немножечко позже про нашу вот разработку, наших коллег расскажу. Теперь немножко хотелось два слова буквально о воздушных дронах, о так называемых беспилотных летательных аппаратах. Вот. Ну, как я говорил, когда мы говорим дрон, мы подразумеваем сразу квадрокоптер. Или квадрокоптер, или дрон, надводный, вернее, воздушный беспилотник самолетного типа, которых тоже очень много. И беспилотные, кто смотрит новости, знаете, что огромные лайнеры беспилотные есть. И военные системы, и гражданские, и самолеты, и по 40 километров летают, и даже вот эти вот дальнего радиуса, и тысячи километров. Ну, мы в данном случае, вот у меня в руках это маленький, это сверхмалый беспилотный аппаратик, который, тем не менее, тоже свои задачи вполне интересно, локальные, экологические выполняет. Вот сейчас, конечно, трудно кого-то удивить, вот я рассказываю, да что-то. Уже очень много лет уже их используют в научных исследованиях, и в... В киносъемках часто. Да, именно в киносъемках, в образовательных целях. Вот есть такое даже слово, вот мы говорим об экологии, да, экодроны называют. Экодроны, опять-таки, это системы, это когда дрон оснащен какими-то датчиками для сбора экологической информации. Вот такие беспилотники применяют для изучения полярных льдов, с помощью них определяют пути миграции животных, обнаруживают несанкционированные свалки, ловят даже браконьеров, да, вот, которые где-то появляются далеко, недоступны. Пожары, я смотрю. Пожары, да, Федоров. Ну, в общем-то, они уже вошли, наверное, в экологический обиход, такие моменты. Ну, конечно, и у нас, и леса мониторятся, и в той же Индии, в нашей стране. Нет сомнений, конечно, что такой очень, ну, аппараты эти, очень большие помощники, нежели нанимать какой-то дорогостоящий самолет или вертолет, рисковать людьми, когда особенно какие-то стихийные бедствия. Я знаю, что вот Номаныча у нас в ростовском заповеднике, что часто, ну, используют, мониторят, если пожар, возгорание где-то, и близко подобраться. Ну, вот, что я хотел, еще один момент, чем же еще хороши, ну, да, конечно, от них воздействие на окружающую среду, конечно, они не сжигают топливо на аккумуляторах, такие, ну, хотя есть разные системы, есть, конечно, и, если крупные самолеты, то, ну, мы говорим о сверхмалых, то они, то, как косвенное воздействие, а уж аккумуляторы, их производство, это тоже, собственно... Ну, это минимум, все равно. Да, если так сравнивать. Ну, и теперь немножечко, собственно, о нашей работе. Вот это, я такие общие вещи привел. Специалисты Южного научного центра РАН на протяжении многих лет изучают берега Азовского моря, долины Маноча, дельты реки Дон. В своих исследованиях, в том числе экологических, мы также по возможности используем и беспилотные, сверхмалые беспилотные системы. Как готовые коммерческие решения, ну, вроде вот этого, так и собственные некоторые разработки. Немного о работах крайних лет. Вот мы, ЮНСРАН, в рамках государственного задания при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований Русского географического общества проводим комплексные экспедиции по побережью Азовского моря, крупные береговые экспедиции, весь российский сектор они охватывают. Вот также изучаем долину Маноча, дельту Дона, его отдельные острова, берега дельты Дона. Одними из ключевых задач полевых исследований является выявление участков с проявлением опасных береговых процессов. Это и оползневые, и абразионные процессы. Также это выявление фактов нерационального природопользования. Различные, также мы фиксируем аспекты неблагоприятного антропогенного воздействия. Ну, бывает и приятного, конечно. Но в основном оно неблагоприятное антропогенное воздействие. Ну и, кроме того, изучаем, конечно, с нашими коллегами-биологами биологическое разнообразие территории. То есть, ну, такие биогеографические исследования проводят по отдельным видам животных. За время работ, к примеру, на побережье Азовского моря, опираясь на те же самые исследования, на интерактивную карту свалок Общероссийского народного фронта, мы выявили десятки очагов несанкционированных, ну, несанкционированных свалочных очагов твердых бытовых отходов. Значительные по протяженности участки земель, которые распахиваются вблизи от обрыва, то есть в пределах прибрежной защитной полосы. И такие места есть на нашем побережье. Может, из заповедных территорий. В том числе и заповедных, да, потому что некоторые земли имеют статус особо охраняемых территорий по кадастру. Ну, там, на самом деле, происходит, ну, идет сельскохозяйственная деятельность на этих землях происходит, а они имеют статус ОПТ, вот как, например, южнее Должанской, Косы Долгой. Там огромно, там 7 километров земель, они по кадастру ОПТ, но там идет, по сути, сельскохозяйственная деятельность проводится. Вот, ну, и такие места тоже мы вот выявляем. В процессе полевых работ активно используем, ну, я теперь начну с воздушных, активно используем беспилотные летательные аппараты. Хотя, ну, съемка с ВПЛА и не является чем-то таким новым, вот сейчас даже слово инновационным, вот я не хочу его произносить, ну, довольно новый способ наблюдений, ну, уже многие его применяли, да, вот. Чем же мы занимаемся? Во-первых, помимо измерения различных, ну, морфометрических измерений, мы используем беспилотные летательные аппараты для выявления очагов твердых бытовых отходов, в том числе не санкционированных. Также с помощью аппаратов мы можем не только их вот выявить, да, какой-то свалочный очаг, но и оценить его параметры. Порой, когда крупная свалка, бывает сложно, особенно в летний период, оценить параметры, то есть пройти где-то просто невозможно пройти, где-то трава в рост человека, или какие-то такие навалы, что по этому аппаратам, когда он снимает в надир, вертикально вниз камеры, то можно оценить и сравнить. Допустим, вот очень хороший способ, это создание фото-видеоретроспектив. То есть мы несколько лет ездим, фиксируем свалочный очаг и снимаем с одной и той же позиции, потом сравниваем, ну, еще, конечно, там старый добрый метод геодезических наблюдений, кладем рейку и по этой речке смотрим, собственно, потом отталкиваемся от измерений. Вот такой довольно простой, прикладной способ оценивать эти свалочные очаги. Вот можно сразу вопрос задать. Есть у нас аэрофотосъемка, последнее время космосъемки используются при создании карт. Используются ли квадрокоптеры, летающие аппараты для создания карт, ну, даже, скажем так, крупного масштаба? Да, безусловно. Ну, как раз-таки вот беспилотные аппараты небольшие, они очень эффективны для создания небольших карт, для каких-то небольших отрезков местности, чтобы детальность была. Да, конечно, спутниковый метод, ну, очень можно большие территории охватывать, детальный, конечно, безусловно. Но дорогой. Дорогой, да, спутниковые карты свежие стоят дорого, а нам нужно оценить в данный момент, подняться невысоко, посмотреть эту свалку. Вот, конечно, можно создавать небольшие планы, схемы. Но они будут считаться достоверными, если они сделаны таким образом? Да, кстати. Ну, по поводу достоверности я, наверное... Потому что, действительно, когда мы представляем картографический материал, самое главное — это достоверность. Я скажу так, могут... Или это как фотография, просто свидетельство? Это больше, как мы используем в рамках наших работ, это больше как именно фотосвидетель, фотофиксация. Но есть беспилотные аппараты, перед нами таких задач не стояло, но есть аппараты, которые оснащаются GNS-приемниками специально. Они стоят довольно дорого, они используются в геодезии, там четкая привязка координатам, и такими аппаратами, конечно, высокоточные карты составляются в различных сферах хозяйства, у геодезистов, да, в работе, вот, в кадастре. Да, да, они крупные беспилотники, на них вот такой специальный есть приемник, который вот... Фиксируют координаты. Причем даже в базовых, продаются в базовых комплектациях такие дроны для конкретных задач в области геодезии, топографии. Это популярно используется. Ну, наверное, это будет развиваться, совершенствоваться, и все больше будет востребовано, потому что действительно это большое удобство. чем то, что мы делали эти карты, и время занимало огромное количество... И оперативность, иногда вот те же пожары, да, или сигналы чрезвычайного происшествия, раз и все, да? Нужно очень быстро попасть, потому что если пользоваться там авиацией, запрашивать коридор, это очень... Вот нужно сейчас определить, да, степень, то есть вызывать наряд, да, сколько машин, да, вот на тех же особо охраняемых территориях. Что-то происходит, нужно быстро реагировать, а договариваться с авиацией, да, это очень долго. Для таких вот локальных задач, может быть, такие аппараты, ну, достаточно... А еще вот возможность применения и полезности. У нас недавно, ну, вернее, не недавно, а начиная с 2018 года, когда стали МОКИ организовываться, да, то очень много было нареканий по выбору места, что не там выбрали, рядом вода находится, или родник, или еще что-то, что, естественно, вредно скажется. Возможно ли использование для рекомендации выбора мест для особо опасных вот таких предприятий с точки зрения экологии? Есть такой опыт? По моему мнению, все-таки необходим комплексный подход, то есть использование беспилотных аппаратов как дополнение к обычным полевым стандартным исследованиям, когда специалисты разных направлений, ботаники, зоологи, экологи, географы, каждый оценивает свой параметр, и водную среду, и геологи борят, и еще, если еще вот снимки, потому что не все, не все видно с земли, и порой беспилотный аппарат, он позволяет увидеть невидимые формы рельефа какие-то, которые вот с земли, просто оно нивелировано всю растительность, допустим, или прочим. Впрочем, этот аппарат позволяет, я как раз таки и хотел сказать, что вот мы порой работаем по аккумулятивным формам прибрежного рельефа, и те же самые песчаные косы, там видно валы, но видно их, лишь подняв аппарат немножечко, ну хоть даже не высоко, А вот на какая минимальная он может держаться, чтобы все четко было? Он может держаться на высоте полметра, то есть полметра, а чуть ниже он начинает автоматическую посадку, ну как маленький этот аппарат. Ну нормально полметра. Да, высоко мы не летаем, опять-таки. А высота какая? Ну предельно оптимальна. Ну оптимально летать не выше 100 метров, опять-таки это как и предписано в законодательстве, мы, конечно, когда вот работаем, мы берем вот этими крупными фантомами, мы берем разрешение обязательно, чтобы посмотреть аэровизуальные наблюдения, да, мы именно чтобы понаблюдать, мы запрашиваем, нам дают воздушный коридор, вот, то есть когда вот такими аппаратами мы летаем, большими, то есть это все очень серьезно, это мы у нас зарегистрированы аппараты, вот эти маленькие, да, их можно 249 грамм не регистрировать, они как, ну, такая игрушечка, а вот аппараты побольше, конечно, требуют, и регистрации, и обязательно сообщать службам о том, что мы начинаем полет, заявку писать, то есть как бы это вот тоже момент. Я поэтому почему и говорю, что я сегодня хотел сказать и о воздушных, беспилотных системах, и о надводных, потому что есть такие места, где летать, ну, не очень-то хорошо, есть аэродромы малой авиации, да, есть фактор, допустим, вот кое-где птички агрессивные бывают, очень не любят эти аппараты. Особенно над свалками опять же. Да, кое-где, ну, то есть есть факторы, которые ограничивают использование воздушных, но я сейчас немножко о них тоже скажу, и единственное, что мы еще, как мы применяли воздушные, опять-таки для мониторинга, для поиска различных вот проявлений неблагоприятного антропогенного воздействия, на тех же косах. Мы так, мы не могли увидеть земли, хоть ходили смотрели, это помимо свалок, это копанки этого ракушника, ракушника. Потом есть в особо охраняемых территориях, есть зоны особой охраны, зоны покоя, ну, туда проникают некоторые вот не... Браконьеры. Ну, даже, да, как сказать, недобросовестные отдыхающие, да там разводят костры, палатки ставят раз за там, редкие растения, ну, есть зоны, где, ну, стенды стоят, не ходите, не ставьте там, ну, пройти прогуляться можно, но тоже можно определять факты выпаса скота в прежнезащитной полосе, нахождение там какого-то крупного автотранспорта, то есть такие вот небольшие задачи можно решать с помощью, ну, и потом уже инспектор может подойти и предупредить недобросовестных природопользователей или как вот отдыхающих, что так делать не надо. То есть, как для инспекторов, сейчас знаю, что инспекторы часто применяют и в Ростовской области аппараты. Уже, да, я только хотела спросить, это только наша область или еще где-то что-то уже... Широко, да? По стране, по стране очень широко применяется. По стране уже хорошо. Для разных служб, да? Да, для разных служб, конечно. Да, кроме того, мы еще знаете, что вот сейчас очень актуально эта проблема лесополос. Южный научный центр занимается этим вопросом. Вот у нас ботаники, есть Татьяна Соколова. Вот мы выезжали, вот исследуют лесополосы. В том числе, один из аспектов неблагоприятного воздействия, что в лесополосы свозят мосор. Очень много очагов. Вокруг Ростова все практически загажены лесополосы. И опять-таки, вот мы сейчас пробуем, как же можно с помощью беспилотных аппаратов оценивать объемы этого. Летом, когда крона, когда, как вот в простонавлении называется, зеленка, плохо видно, когда крона смыкается. А вот когда уже в ранней весной или зимой, очень хорошо, наглядно, вот даже я привел, то есть можно, в принципе, мониторить. Ну, такие, конечно, объемы большие, лесопосадки, там, сотни километров. Конечно, способы вот анализа спутниковых снимков предпочтительных, что все-таки такими аппаратами, даже если их много, даже из самолетного типа, ну, не облетишь все. Тем более, разные метеоусловия. Бывает, когда и свет, и светло, и темно. То вот основной объем, допустим, лесополос можно изучать с помощью спутниковых снимков, анализировать. А какие-то участки, где, допустим, на снимки не попало, или облако какое-то закрыло, да, ну, разные помехи, их уже можно отрабатывать маленькими аппаратами, допустим, адресно выезжать, или где вот непонятно, что-то по спутниковому снимку, дешифрация затруднена. Скажите, а предпочтительно использовать их в дневное время, да? Да, конечно, в дневное. Хотя есть решения, бывает, оснащают аппараты летательные, допустим, различными там, гиперспектральными камерами, или вот приборами ночного видения, которые позволяют, ну, вдруг необходимости. снимать, вот в поисковых операциях, знаю, что вот тот же МЧС, другие службы могут использовать датчики, инфракрасные там, или вот какие-то ночного видения для поиска, там, потерявшегося человека в лесу. То есть, можно вот для таких целей тоже. Ну, вообще, много-много интересных, да, вот я еще, когда студентам говорю, что, в принципе, это всего лишь железка, железка бездушная, которая, вот если идею какую-то, вот можно придумать и реализовать. Еще столько интересных сфер, как можно эти аппараты использовать, неразвитых направлений. Мы тоже пытаемся экспериментировать, и вот, ну, я не буду забегать вперед, говорить, что мы хотим. Тоже хотим некоторые приборы, попытаться использовать. Сейчас будет сюрприз. Да, мы вот уже по итогам, чтобы не сглазить. Да, будем суеверными в этом случае. Вот. И еще хотел, да, показать по поводу применения, да, вот уже в биологических исследованиях, да, изучения биоразнообразия. Мы работаем с орнитологами, и в той же дельте Дона есть интересные гнезда, орлана-белохвоста, и вот это гнездо находится на высоте метров 10, вот, 15, к нему подобраться, там вбитые железные в дерево колышки, но они уже со временем повыпадали. Вот когда коллега Рамис Мамедович туда поднимается, страшно за него, и он говорит, можно действительно маленьким аппаратиком поднимали его и посмотреть, ну, там важен подсчет, сколько птенцов, или они там еще. что вообще в гнезде происходит. да, и вот риск, вот тут как раз фотографию привел, где Рамис Мамедович лезет к этому гнезду, он так и не долезет тогда, потому что выпали эти колышки, просто опасно, нужно быть альпинистом, чтобы добраться. Можно снимать небольшие колонии, но только, опять-таки, нужно осторожно, чтобы не навредить, потому что птицы все-таки боятся. Да, конечно, но это мешает. Вот я поэтому сверхмалый аппарат, опять-таки, без всякой рекламы, если большой там фантом какой-то, он шумит сильно, птицы волнуются, то такой аппарат, он тихий, он метров 10-15 уже, птички его не слышат. Не, ну, конечно, не буду за птичек говорить, не знаю, слух у них отменный. У ястребу покажется, что он может съесть. Но там зрение все-таки больше. Да, ну, вот они, например, очень волновались, когда мы побольше аппаратами подлетали, но этим маленьким мы можем чуть-чуть пониже опуститься, птичка не волнуется, даже игнорирует часто его. Но бывает так, что и нападают. И нападают, и агрессивны. Однажды, когда я просматривал, управлял аппаратом, то я увидел, как меня так посмотрел прямо вот кто-то из Орлиных, ну, прямо вот посмотрел, и я быстро-быстро улетел оттуда, чтобы не злить этого товарища, что его воздушная среда. А это стадо, да, я так понимаю? Да, да, нет, это тоже, это вот тоже на Маноча мы снимали, птицы, многое. Это птицы, да? Я подумала, сайгаки, может быть, табун? Нет, ну, сайгаков тоже, по сайгакам мы тоже работали. Я сейчас расскажу, следующий слайд у меня, вот как мы использовали. А, это немножечко, я его, наверное, сейчас не вставил, по сайгакам. А, чуть-чуть, чуточку позже, я там еще про панорамную камеру хотел рассказать. Да, и я вот в самом начале, ну, об этом, так вскользь упомянул, что этот год у нас является годом культурного наследия. Ну, и мы не можем, конечно, выборочно, вот, заниматься только, вот если мы видим, что памятник в опасности, мы не можем тоже пройти мимо. Ну, это же все природно-культурный ландшафт. Все вместе связано. И, немножко, конечно, к теме не относятся, но, тем не менее, с помощью таких маленьких беспилотных систем мы обследуем и объекты культурного наследия, и, в частности, в зонах абразионно-оползневого разрушения, где эти объекты наиболее подвержены риску быть съеденными морем. С помощью, к примеру, вот таких небольшого аппарата нам удалось зафиксировать объекты, которые не входят в государственный реестр, то есть, они не являются памятниками, по сути, но это интересно с военной точки зрения объект. Например, мы зафиксировали линию окопов, предположительно, это опорный пункт на берегу Азовского моря, военный опорный пункт. Вот, правда, пока не выяснили, но военным историкам сообщили, может, они заинтересуются, пока он не упал. Может, в течение двух-трех лет этот объект исчезнет. А саркил не приходилось на Цемлянском море? Если в этом году вдруг там будем, обязательно посмотрим. Мы, вот, другой объект, вот, мы работаем по берегу Азовского моря, Неклиновский район, экспедиция береговая, и как-то в 2019 году местный краевед, не помню его ник, там, дед краевед, кажется, вот он написал, вот эти ученые-юнцы, значит, ездят там по берегам, изучают, а на объекты культурного наследия внимания не обращают. Вот, и он, кстати, спасибо ему огромное, он застрел наше внимание на монументе над братской могилой героев Красного десанта, 1918 год. Когда-то там стоял большой памятник, колонна, скульптурная композиция, но вот он был разрушен, он, ну, по одной версии, что это море его все-таки разрушило, он упал, внизу так и лежит эта колонна, по второй версии, что это вот фашисты его столкнули, великую отечественную, я точно пока не знаю, но на месте этого памятника, во-первых, бойцов перезахоронили в центр Поляковки, где крепость Марии Магдалены, а на месте, вот, ну, в этом памятном месте, вместо того большого памятника был поставлен памятник, вот, небольшой железный. Ну, вот, по версии, как предполагает этот краевед, уважаемый, что могли тогда не всех защитников перехоронить, к сожалению, мы могли, ну, вот, есть такая версия, он тем более в полосе прибоя обнаружил, обнаружил костные останки, увидел, что есть. И он как раз таки наше внимание обратил, и вот мы, когда работали однажды вот около этого памятника по берегам, мы специально взяли аппарат, подняли и изучили как раз таки срез, береговой клифф, как мы его называем, этого обрыва, на предмет нахождения костных. Мы увидели, что там действительно нарушена структура, ну, текстура, вот, ну, конечно, да, и что, до памятника остался один метр, и что можно, конечно, необходимо его переносить, за год-два он может быть разрушен, окончательно, и будет совсем нехорошо, если и братское захоронение, если там еще остались бойцы, то, поэтому надо что-то с этим делать. Олег Анатольевич, а вот с результатами таких вот актуальных, злободневных вещей вы обращаетесь в СМИ, кому-то, чтобы там узнавал широкий круг, который... Мы передаем обязательно и в министерство наше, да, культуру мы подготовили, и передаем... Природных ресурсов. Да, 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 обязательно, обязательно, конечно, передаем, это же для людей, ну, и интервью, когда даем... Профессионалам. Пресса к нам приезжает, мы обязательно рассказываем. Все сферы, я так поняла, что это в любой сфере, в медицине, да в чем угодно, сельское хозяйство, везде, наверное, в этот год фундаментальных наук это очень актуально, все сферы, чтобы использовали, потому что на основе исследований рождается анализ, оценка, анализ и дальнейшее развитие. Очень важно, да? Конечно, общественность, да, мы сообщаем, потому что надо об этом говорить. Понятно, что в бюджетах... И на федерном... Да помощники, в конце концов. Это же можно сделать руками волонтеров перенести, ну, чтобы, допустим, это военно-историческое общество. Сейчас же это ширится, вот волонтерское движение, к нему... Ну, здесь поисковики, чаще всего, которые занимаются специальными перезахоронениями, целая группа, но вот эта помощь, конечно, будет очень полезна и является важной. я вас слушаю, думаю, любой сферой. Да, да. И военным как-то. И это не один памятник. Мы по побережью Узовского моря таких несколько обнаружили. И вот могила Альтигенского десанта на берегу Киршинского пролива тоже буквально два метра осталось до того, чтобы там огромное захоронение. Действительно, Альтигенский знаменитый десант. И то же самое происходит образие берегов. Ну, археология тоже по берегам у нас сосредоточена, да? Конечно. Те же самые крепости. Да, да, да. Гробница разрушена античного времени. Мы ее зафиксировали тоже с помощью аппарата, как мы его использовали. Много городищ. Я тоже хотел сказать, вот мы фиксировали. Да, разрушается. Разрушается и Семеновский шанец, Семеновская крепость знаменитая, Бастион западный вот рушится. Там не такая высокая скорость этих процессов. Но, тем не менее, образионные осадные процессы, гравитационные, она постепенно, постепенно по 10 сантиметров. А если на гонках в 2014 году, так может и метр уйти, и метр и два. То есть, проблемы актуальны. И памятники, они тоже подвержены этим явлениям. И что еще хотел, да, вот немножечко по теме, я вот принес такую, на вид такая удивительная, она необычный какой-то предмет. Собственно, хотел немножко из нового, да, вот, беспилотники. И мы с 17-го года проводим, я еще начинал на сути наука о земле, о геофаке, мы проводим эксперименты с панорамной камерой, которая позволяет производить видеосъемки в формате виртуальной реальности. Это сейчас такое модное, популярное направление. Вот, и это одно из направлений VR 360, одно из направлений в семье технологий виртуальной реальности. Вот, оно активно развивается, крупные телекомпании, все сейчас, парамоунт и прочие, снимают параллельно фильмы, особенно о живой природе, вот в формате 360. Но мы видим перспективы использования этой камеры не только в сфере развлечений, в туризме, но и в прикладных научных исследованиях. Вот наша задача в научной организации использовать, попробовать в наших полевых исследованиях для сбора визуальной информации об объектах. И, конечно же, мы видим не только, но и для того, чтобы использовать отснятое в научно-образовательных целях, в целях в популяризации, это сейчас тоже необходимо донести до людей простым языком. Панорамное видео создается с помощью вот таких похожих панорамных камер, их великое множество, я никакую рекламировать не хочу. Мы работали с двумя брендами камер, мы работаем непрофессиональными камерами, сразу отмечу, профессиональные камеры стоят полмиллиона и выше, такую не всегда возьмешь в экспедиции. А сколько такая стоит камера? Ну, ориентировочно. До 50 тысяч, в принципе, как обычная экшн-камера, примерно столько же сейчас, они были раньше безумно дороги, постепенно стали дешевле, доступнее. Сейчас некоторые смартфоны даже позволяют снимать, две камеры позволяют снимать в формате 360, склеивать изображение. То есть они стали постепенно становиться доступнее, такие камеры. И каждая камера, в чем интерес, она снимает два объектива, каждый снимает угол 200-180 градусов, автоматически сшивает изображение, и получается такой панорамный снимок или панорамное видео, что самое интересное. и съемки мы осуществляем с помощью этой камеры как в статичном режиме, то есть мы его на штативе, специальный штатив такой длинный, на точках, мы его снимаем в динамическом режиме и к автомобилю, привешиваем и к моторной лодке, специальные приспособления придумываем, тогда эффект получается, что лодка вот у нее видно, и как будто это дрон, то есть мы без дрона снимаем, как дрон, примерно. Ну и, конечно, работаем в тандеме с беспилотными летательными аппаратами. Раз я о них говорю, просто я про камеру, что это один из приборов, который в тандеме с БПЛА такую вот систему представляет. И что хотелось сказать, еще хотелось бы остановить именно на сочетании вот этого самого беспилотного аппарата с панорамной камерой. Такой эксперимент мы проводили на МАНОЧе однажды. Задача у нас была какая, вот антилопа-сайгак, это очень такие шустрые ребята. Вот даже обычным беспилотным аппаратом поймать все стадо, которое бежит очень быстро, в разные стадо, очень быстро, они очень лихие. И есть отстающие среди них, и они еще рассыпаются в разные стороны. И вот снять их очень сложно бывает, даже просто беспилотным аппаратом. Они зато, когда он поворачивает, уже перестраиваются. Панорамная камера, когда мы поднимаем, она делает, ну, можно прямо в видеорежиме, она снимает видео, или снимки делает отдельные. И потом уже все попадают, все 360 градусов, попадают все животные. И потом можно несколько снимков пересчитать вручную, допустим, несколько раз, несколько снимков, и средний, и более-менее точная привязка численности. Это вот эксперимент. Можно птичек таким же образом подсчитывать тоже с помощью камеры. в стае, да? Да, в стае птиц, потому что дрон не всегда захватит. Это пересчет птиц вот этот, да? Да, да. Вот экспериментируем. Конечно, это пока еще такие сыроватые исследования. Сначала будет развиваться, да? Дай Бог. Сейчас оснащают такими камерами различную специальную технику. Я надеюсь, нас спонсоры слышат потенциальные. Да. Очень хочется привлечь к науке, в год фундаментальных наук. Одно есть но, конечно. Эта технология немножко опережает свое время. Вот все-таки панорамное видео. Не все его любят. Оно очень тяжелое. Минута может гигабайт весить. Представляете? Минута. Ну да. И это видео, ну вот, мы же пользуемся мобильным там трафиком чем-то. То есть это видео, но в то же время мы надо сохранять эти снимки. Это же как машина времени. Именно панорамное видео, если панорамное фото это красиво, все, но это просто замершая картинка. Стоп кадр, да? Стоп, как в фильме лонгольеры, то когда видеослепок территории, это как бы такой отпечаток. И я все оригиналы храню, уже места нет, правда. Но потом же это можно сравнивать. И вот чем она интересна, да, съемки с таких камер. Я прошу прощения, а вы вот фиксируете даже библиотечного работника вопрос. Когда это название, год, число, месяц? Обязательно, обязательно. В съемках. Мы условно назовем это картотекой, потому что когда-то, может, это будет важно и у нас для оцифровки. Да? Цифровизация сейчас все. Наша же библиотека является региональным опорным таким центром электронной библиотеки Ельцина в Петербурге. И, в общем, мы на таком уровне хорошем таких партнеров и центром опорным. Так что будем все лучшее туда, туда, туда. И популяризировать. Это и есть экологическое просвещение. Да, Ирина Федоровна? Да, конечно. Ну вот можно снять, например, какую-то интересную экскурсию по библиотеке. Бывают же времена, когда вот эти, дай бог, чтобы не повторялись, локдауны и прочее. И можно виртуально побывать в библиотеке, снять такой вот тур живой. Наша сегодняшняя встреча тоже результат того, что мы не можем собрать живой людей, и поэтому мы снимаем для них беседу, чтобы они могли поприсутствовать. Кстати, да, я вот не сказала, что видеолекции с прошлого года у нас стали применяться. Обычно же мы приглашали сюда и проводили с Ириной Федоровной и с многими другими учеными, экологами и общественниками занятия абонемента. А теперь-то вот это тоже удобно. С одной стороны, хорошо, когда мы собираем живую аудиторию, а тем не менее, возможность популяризации, да, я сказала, что мы размещаем это на сайте нашем экологии Дону, но и в социальных сетях везде. И поэтому аудитория очень расширяется, правда? Да. Я вообще хотел сказать, тут экология Дона действительно. Я знаю, что наши коллеги, ассоциация живая природа степи и Министерство нашей Минприроды Ростовской области разработали очень интересный проект. Вот несколько лет назад это виртуальные туры. Да, да, да. Очень интересно, и эти точки, вот как раз-таки, я тоже думаю, это снималось с применением беспилотного аппарата, такие чудеса. И хотел, как раз, пример привести, показать. У них вот этот коптер, да, Ирина Федоровна, Чалтолчева в этом пишет, а мы тоже размещаем везде, в социальных сетях, все вот это сообщаем, туры, и они выставляют на своем сайте, можно же заходить и пользоваться. Я хотел вот их именно привести наших коллег, как пример этого удачного, интересного проекта. Это как пример привлечения, потому что все-таки никакая видеосъемка не заменит живого восприятия. Согласен, согласен. Полевик тоже, да. Да. Хотя, вы знаете, такие эксперименты проводятся, вот та же самая панорамная, вот шлем виртуальной реальности. Когда-то я, ну, не было возможности, мы, у нас были очки виртуальные, самые простенькие, вот детки, и то деткам очень нравилось, мы показывали наши хроники экспедиции и прочее, вот, так вот новые разработки, эти шлемы, да, теперь тут совсем другой звук, восприятие этой картинки. Так, более того, разрабатывают сейчас дополнительные датчики, что и цепляются на пальцы, то есть даже эффект того, что можно как будто потрогать какой-то объект. И разрабатывают ученые в мире специальные генераторы запахов. Это 5D, 7D. там такие есть интересные моменты, но скоро, конечно, не хотелось бы все-таки в сериале «Черное зеркало», чтобы мы перешли в этот виртуальный мир, реальный мир, он лучше, надо его сохранять, изучать различными способами. Ну, вот самый лучший способ, это прийти туда и воспользовавшись новыми техническими средствами зафиксировать ситуацию. А потом оставить живые впечатления и память об этом. Вот такой тендем я принимаю полностью. чтобы одно другое дополняло, потому что, ну, Интересно. Это поддержка жизнеобеспечения, в первую очередь. Это же будет иметь дальнейшее развитие. Да. Это неоценимая будет помощь вообще. Да? Да, я надеюсь, конечно. Я вот, знаете, что еще хотел, немножечко о преимуществах этой панорамной съемки, когда мы ее на беспилотные платформы цепляем, да? Вот в чем же еще интерес? Значит, видеофиксация отдельных природных участков. Вот, вы знаете, обычные экспедиции проходят очень динамично. У нас огромные сотни километров побережья, 10 дней отведено, нам нужно проехать от Арабатской стрелки аж до западных окраин Никлиновского района, все побережье, три региона. И порой мы работаем очень динамично. Вот приезжаем и быстро снимаем. И вот представьте, да, какой-то процесс явления, надо успеть, ну, зафиксировать фотофиксацию там, какого-то процесса берегового. И на автомате просто снимаешь. Не всегда можно подобрать нужный ракурс. И когда уже наши коллеги, допустим, кто камерально работает, а что ж мы не сняли вот это место с другого? Или обратили внимание, какое было волнение, или какой характер там растительности животного мира, что вокруг, антропогенный фактор, есть там туристы. А, я вот не успел, мы очень быстро, не успел снять пляж с другой стороны. Вот эта камера позволяет даже, ну, неопытному оператору, просто нажал на кнопочку, снял это видео панорамное, зафиксировал, и оно же ловит еще, бывают разные признаки, да, как говорится, дьявол кроется в деталях, как трава шевелится, косвенные признаки, да, какой ветер, какая волна. Фотоаппарат не всегда выхватывает волну, думаешь, вот шторм штормит, ты фотографируешь, а как будто море спокойное. В то же время, вот камера панорамная, она вот эти детали выхватывает, с помощью которых потом можно уже в камеральных условиях, вот тоже мы такой один момент заметили по поводу вот таких панорамных видеосъемок в науке. серия, вот я еще об этом говорил, серия панорамных съемок, видео, фото, именно сделанных на одной точке в разное время, позволяет создавать панорамные фото-видеоретроспективы. Тоже такой очень интересный момент, вообще сама ретроспектива, даже обычная фотография, ну, очень красноречива, она говорит, как менялся ландшафт, какой-то там природный, природный антропогенный, то панорама, она захватывает вот полностью все, что окружает. Мы сделали такую интересную видеозарисовку за три года, это видеоретроспектива, морфологические изменения косы долгой. Вот, как этот дзензик, дзензик, это окончание косы, да, вот ее, как он меняется, как меняется ее форма, как он мигрирует туда-сюда, сейчас, к слову сказать, вообще море размыло, там нету окончания, ни одного метра нет, то есть дошло прямо до вот этих вот каменных, каменной защиты. А был он несколько сот метров по нему в 2018 году. Ну, это обычное явление, собственно, сейчас более активные штормовые явления, поэтому, ну, вот получилось. Ну, для исследователей, опять-таки, это может быть каким-то, какой-то зацепочкой. Вот. Ну, вот у меня остался невыясненным самый главный вопрос, поскольку сейчас была разработана программа сохранения реки Дон, причем в газетах пишут, что экосистемы, дорожная карта, а когда я увидела название программы, это водохозяйственного комплекса, и в этой программе говорится об очистных сооружениях на реке Дон. Вот можно ли использовать вашу технологию для того, чтобы взять хотя бы одну малую реку и просмотреть вот эти водохозяйственные комплексы, которые сегодня мешают малой реке доходить до Дона или до соседнего водотока? Да, вот такие приборы позволяют. Если будет на то волевое решение, допустим, может быть, от кого это волевое решение должно происходить? Ну, для того, чтобы отработать реку, надо же все-таки там получить разрешение, да, во-первых, эти участки, которые прилегают к реке, даже доехать до них, чтобы вот нам, может быть... Ну, это экспедиция, фактически. Ну, если экспедиция, а может, если бы, конечно, Министерство природных ресурсов нам помогло в организации такой, допустим, с привлечением общественности, науки, мы бы изучили Мы как раз внесли предложение в наше региональное отделение географического общества, чтобы поддержали нашу инициативу, эко-право имеется в виду, поскольку у нас общественность очень волнуется по поводу состояния родников, мы вышли при обсуждении этой проблемы к тому, что родник это только один элемент водной системы, а нужно изучать весь бассейн, и изучать можно только с наукой, просто так люди придут, они не поймут, что это родник или это где-то канализацию прорвало, поэтому здесь нужны и исследования геоморфологические, и гидрогеологические, то есть комплексные, как мы говорим, студентов сегодня и сотрудников не хватает для того, чтобы проводить такие исследования и мониторинг, а вот общественность готова включаться в такие экспедиции. И на местах люди тоже, это же... Конечно, поэтому достаточно просто обучить определенное... И волонтерство, да? Волонтерство, конечно, обучить элементарным навыкам, а у нас есть такой опыт, когда мы обследовали всю Ростовскую область, у нас же школьники собирали пшеницу на анализы, почвы, вот мы же тогда делали карту Ростовской области, вот мне кажется, что пришло время нам все-таки тоже создавать новую картину, потому что она давно не создавалась. И вот ваши приборы это просто незаменимые при таких исследованиях, я считаю, поэтому надо объединять усилия общественности, науки и идти вместе к нашим чиновникам и доказывать, что это нужно делать для всех, собственно говоря, и в первую очередь для чиновников, чтобы иметь какие-то материалы для планирования. Ирина Федоровна, позвольте, к слову, перейти к другим беспилотным системам. Мы все правовоздушные, да правовоздушные, задачи насущные стоят, оздоровление дона, притоков, мелководных притоков в том числе. Ну, я вот единственное, что еще, мы скоро совсем увидим свет, вот хотел сказать, панорамный первый виртуальный видеоатлас Азовского моря, вот, буквально вот тут скоро, в конце февраля, вот, и море мы пока, ну, я об этом тоже пришлю в библиотеку с радостью. И вот теперь я хотел... Я новости ежедневно, экологические новости, извините, что перебиваю, в ленте новостей, где я это могу увидеть? На вашем сайте? Юнце? И в нашей, да, в нашей новостной ленте, на наших электронных ресурсах Юнце, и на моей страничке ВКонтакте тоже я там сейчас о наших разработках. Потому что я сразу раз, пусть сейчас... Да, 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 мы обо всем рассказываем, потому что это все людям... Привлекать внимание, что надо еще. Людям, да, и мы должны тоже видеть отклик. И пояснять, что происходит, потому что иногда там кто-то что-то начинает делать, прикрываются, не ваше дело, здесь администрация работает. Да, да, да. Все-таки здесь, когда в средствах массовой информации или тем более в социальных сетях рассказываются о его исследованиях, это сразу находит понимание. Мы стараемся. Так, расскажите про воду. Да, и вот подошли закономерно, значит, к надводным беспилотным системам. Я буду немножко покорочиваться, такие воздушные они на слуху, тут тоже, а надводных не так много, не так часто их используют. Но, как я уже говорил, не везде есть места, где можно летать, где разрешено летать, где безопасно летать. Есть труднодосягаемые участки, куда они, вот та же дельтадон, она большая. И вот на расстоянии работать и дроны, там плюс аэродром малой авиации. Для реализации научных задач по дистанционному сбору контактных, визуальных данных о водной среде, донам рельефе, об околоводной флоре и фауне, а также о свидетельствах нерационального природопользования, в том числе об границах особо охраняемых территорий. В 2020 году Юенсоран был разработан прототип самоходного автономного сверхмалого плавсредства. Ну, простыми словами, очень длинный, громоздка, надводный беспилотник. Вот, дроном мы его не называем, потому что у людей ассоциация дрона летающая. Надводный беспилотный аппарат, сокращенно САП мы еще называем, самоходное автономное плавсредство. А с малой осадкой, вот, вот он представлен на картиночке у нас, осадочка у него маленькая, мы, наши коллеги, да, создан он был на базе корпуса типа Тримаран, ну, это был раньше у нас такой прибор, готовое решение, раньше был этот корпус от профилографа, ну, профилограф сломался, корпус остался, его наши, ребята, инженеры, лаборатория прикладного приборостроения, его использовала для создания собственного такого надводного беспилотника, оснастили его двумя водометными движителями, именно водометы, почему, потому что, вы знаете, у нас, особенно в Дельте Доната, мы хотели себе аппарат для работы, который может вот в наших дельтовых мелководьях, где постоянно водная растительность, околоводная, какие-то там остатки вот этих, даже омуты есть, и даже вот винтовая система, винты, они часто могут там запутываться в этих водорослях, тем более на сложных участках. Их все больше сейчас водорослей, да? Да, оснастили водометами, дистанционное управление, а то же ФПВ-шлем, когда он теряется у нас где-то в протоке, мы его не видим, но мы работаем на расстоянии, до 500 метров можно работать, то есть вполне себе очень далеко, уходить может такое средство, вот, и хотел как бы такой пример тоже привести, есть участки и на морской акватории, например, у основания КОС, где есть какие-то под водой разрушенные строения, и даже зайти туда, чтобы сфотографировать, зафиксировать, опасно, просто можно ноги повредить, и на лодку туда не пойдешь, там арматура какая-то торчит, вот такой маленьким аппаратом можно подходить, мониторить, снимать, это вот имеется в виду визуальные данные собирать, вот, и такой еще момент хотел отметить, мы, собственно, попробовали, апробацию провели, попробовали метод сбора, ну, метод с громко сказанным, способ сбора информации об околоводной орнитофауне, ну, или как ее авифауна называют, вот, вместе с нашим орнитологом известным, мы аппарат, этот надводный беспилотник, оснастили этой самой пресловутой панорамной камерой, вот, собственно, в чем состоял этот эксперимент, эксперимент, мы оснастили этой панорамной камерой и выбрали участки в Дельте Дона, водные объекты, это заросший дренажный канал и заилинный, заилинная протока, там, озерцо небольшое с протокой, вот, ну, традиционный способ опорнито-мониторинга, это вот эти линейные трансфекты, или как-то я забыл назову, то есть, когда люди ходят, наблюдают, живую, фотографии, фотофиксируют, есть еще метод наблюдений с плавсредств, вот, когда в движении фиксируются, но, к сожалению, вот эти каналы, там, к ним не подойти, там, два метра тростник, не пробраться туда, то есть, птицы, тоже, они боятся, если выйдешь, они тут же испугаются, сидеть в этой траве, двухметровой, и непонятно, сколько птиц этих не будет, опять-таки, на лодке тоже там невозможно, там слишком заилено, слишком мелко, даже если принести с собой эту лодку, весельную, даже можно, ну, тоже это будет громко, плеск, пока доберешься, ну, и там полдня сидеть, ждать, пока птички вылетят, и вот мы оснастили эту самую нашу платформу, плавсредство, панорамной камерой, мы выходили на точку, и по пути, птички все равно слушают, слышат этот аппарат, понятное дело, мы выходили на точку, птички успокаивались, включалась панорамная камера, мы ее включали дистанционно, и она снимала, птицы, тоже хитрые ребята, они могут, они когда успокоились, они могут и впереди, если обычной камерой оснастить, только мы видим, ну, то, что вперед камера, вперед, а сзади, они же могут и сзади потом вылетать, а камера фиксирует полностью панорамная, все 360 градусов, вот такой способ, мы провели эксперимент, написали статью даже об этом, конечно, и критики, и получилось хорошо все, да? Интересно, по крайней мере, мы зафиксировали несколько птиц, которых мы не видели визуально, мы стояли в 50 метрах, но их не видели, они там промелькнули, проскользнули, но мы потом, когда дешифлировали уже снимки, мы увидели, вот, значит, что, каравайку, вот, краснокнижный вид зафиксировали, и вот тоже такой пример, я вот привел, да, вот стоит вот нос сюда, вот птичка вылетела, да, крачка, пелащука, она вылетела сбоку, она бы не попала в объектив обычной камеры, вот, если бы мы стояли и мониторили, ну, собственно, конечно, были и критики этого способа, безусловно, и архитологи сказали, ну, не заменить полевые наблюдения, это и ваше жизнь. Нет, это не заменить, это только дополнить. Дополнить, да, вот на таких сложных участиях. Должно быть и то, и другое, бывают нюансы, когда вот это очень можно иметь, да? Да, были и недостатки, вы знаете, конечно, и камера и запотевать может, мы там уже придумывали сами, об этом разработчики не догадались. Ну, техника же совершенствуется, просто все требует финансовой поддержки. Пришлось вот буквально, да, эксперименты проводить, но, собственно, что еще, да, с какой проблемой мы столкнулись, огромный отснятый материал, очень тяжелые видео, вот, весят очень много эти съемки. И дешифрация, вот порой мы снимали полчаса, а дешифрировал я потом почти целый день, и следующий день заняла дешифрация. Просматривал с двух сторон по нескольку разу. Трудоемко очень, да? Да, и вот тут как раз таки все говорят про искусственный интеллект, а вот как раз таки тут в помощь моего очень хотим, у нас есть специалист, хотим к нему обратиться, сделать программу, которая бы дешифрировала, то есть приложение, в которое бы мы эту съемку включили, и он нам определил, где появилась птичка. Снимем по 30, по 40, по 50 птиц, с разных ракурсов, каждую птичку загрузим, будем обучать этот искусственный интеллект, и он в итоге начнет. И прошифрует, определит. Пока просто ресурсов не хватает, времени, ребята заняты. Вот такие вот. Вы говорили, что можно измерять там соленость, или плодность и так далее, то есть качество воды. Как это происходит? Вот. Я немножко на птицах остановился тоже, да. Это у нас были первые самые такие шаги, как приспособить. Вот. И теперь по поводу, по сбору контактных данных, да, о водной среде, в частности регистрация таких показателей, как температура, соленость. Опять-таки этот наш беспилотный надводный, мы водомерка назвали его, что он как этот. Как водомерка. По воде, да. Насекомая. Вот наша эта водомерка, значит, оснастили его датчиками, которые разработала наша лаборатория. Вот. И датчики, так называемый погружной кондуктомер, датчик, который измеряет температуру, соленость. Вот. Оснастили этот наш плавдрон. Вот. Плавсредство. Вот. И с помощью, да, и эхолот мы еще добавили. Такой, ну, стандартный, обычный эхолот, который используют. Часто рыбаки бывает, вот, определяют, где стаи рыб или там форма рельефа подводного. Мы все это, и вот с нашими инженерами. И вот, смотрите, есть, мы что, хотели, где, хотели эту апробацию провести. Есть рука в Доно Мертвый Донец, который фигурирует в этих сводках. Постоянно он мелеет. Страшно. Вокруг него много проблем. Кое-где пересыхает русло. И, собственно, там есть целый набор экологических проблем, связанных с этой рекой. Все-таки это селективная территория по правому берегу, очень плотная застройка. Мы хотели попробовать определить с помощью вот этих наших датчиков, где есть выходы родников или же несанкционированных врезок с сточными водами. Да, там же идут водоводы, которые туда в пойму дальше. Да, взяли километр этой реки, километровый экспериментальный отрезок недалеко от Сухочалтерского городища. Там как раз впадает Сухой Чалтер, ручей. И в этом месте мы как раз провели эксперимент. Мы прошли на нашей водомерке. Это были такие пилотные исследования. Увидели, что действительно меняется кое-где температура, соленость. И, собственно, увидели конус выноса этого ручья. Но это только самые первые такие пилотные исследования. В дальнейшем у нас есть гис-специалисты. Мы будем это перекладывать теперь на графики и дальше экспериментировать. То есть вот нашли... И, собственно, я о чем говорю, что именно в экологии можно было подобное решение применять вот, вы говорите, малые реки. Там, где даже моторная лодка не пройдет, вот такого типа аппараты. Ну, неважно, наш, не наш, там еще таких аппаратов немало. Можно их оснащать датчиками и, ну, вот, проходить какие-то отрезки плохо доступные. И выявлять в мутной воде датчиками, где не видно визуально, что там врезка или родник какой-то. А тоже родники, это очень интересная информация. Вот можно с помощью таких аппаратов дистанционных, причем 500 метров, можно и дальше, ну, другой передатчик поставить. Ну, то есть, помимо воздушных, можно и такие, вот такие тоже использовать. Да. Ну, что мы, параллельно, конечно, когда изучаем реки, мы стараемся за один проход и камерой панорамной оснастить, заодно мы делаем панорамный видеослепок ландшафтов. Вот, потом сможем сравнить через какое-то время, потому что тоже берега загрязняются, и свалочные очаги появляются, и где-то выжигают растительность, и где-то такие проявления неблагоприятные, застраивать начинают. Застраивать, когда нарушают водоохранную зону. И вот, вы знаете, я хотел вот про эти видеослепки панорамные сказать. Мы как-то с Игорем Вадимовичем Морозовым еще давно разговаривали с коллегой, с биофака, значит, что вот в любой работе нужна доказательная база, особенно в такой вот экспертной, там, или вот в природоохранной работе. Кстати, вот криминалисты сейчас вот используют панорамные камеры, когда приходят, ну, попадают на место для фиксации всех отдельных моментов. Потом зашла толпа разных специалистов, кто-то что-то немножко подвинул, повернул, уже нарушил картинку, и какой-то там важный признак исчез. То же самое. В природоохранной, когда фиксируются какие-то нарушения, вот панорамный-панорамный видеослепок позволяет, если еще и на беспилотный аппарат сверху, то есть, и, ну, может быть, да, вот на суше можно это сделать, просто серию фотографий каких-то, даже панораму сделать, то вот есть же и границы ООПТ, допустим, водные границы, труднодоступные, как в Тельтедона, например, в Парк Донской. И по этим протокам можно пройти, сделать такой видеослепок, и потом его разместить, допустим, в ГИС, с привязкой координаты, время, и это уже доказательная база, и можно сравнивать через какое-то время, что изменилось, как изменилось, по чьей вине изменилось. То есть, как вариант вот использования в природоохранной работе. Ну, опять-таки, это пока предложение вот такое. Да, да, и потом это все фиксируется, вот когда это съемки, дата, время, все можно это же заносить. Для этого же нужны все-таки специалисты, если использовать это как мониторинговый инструмент. Да, да, занимался очень. Мы приближаемся к завершению, наверное, да, уже? Да, у меня, собственно, вот все уже хотелось. Да, значит, я хочу сказать, ну, когда эта тема прозвучала, она из уст Ирины Педоровны, для меня это интересно. Для меня, как библиотечного работника, была интересна сама тема. А сейчас у меня просто большое удовлетворение, я испытываю большое удовлетворение, что наш научный центр делает. Я узнала, что есть такая лаборатория прикладного приборостроения. Поэтому поблагодарить хочется. Хочется надеяться на следующие встречи, которые будут продолжаться у нас в этом направлении, она уже будет развиваться. После экспедиции, прикидываться. Да, мы желаем успехов вам в этом направлении, и вам, и лаборатории, и ЮНЦ. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо, мне очень приятно побывать. Было очень интересно. На самом деле, я думаю, что не только нам, но и всем любителям современных средств технических. Которые нас сейчас видят и слушают. Спасибо. Но хотел все-таки сказать, все это просто безжизненные железки. Без вашей фантазии и без ваших идей. Спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова 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 А.Кулакова